Всем привет! В этом видео вы узнаете о том, как разработчики планируют менять Геншин в следующем обновлении, какие функции там добавятся, получим ли мы компенсацию и хорошо ли это для игры в целом. Всем приятного просмотра! Сейчас я по очереди расскажу вам о новых полезнейших и шокирующих функциях, которые добавятся в Геншине уже в следующем обновлении 4.3, шокирующих потому, что мы ждали их целых три года. Само обновление выйдет 20 декабря. Первое изменение, при возвышении персонажа наконец добавят кнопку авто прокачки, то есть вы моментально сможете прокачать персонажа с нулевого уровня до 90. Второе легендарное изменение, артефакты теперь можно мгновенно прокачать до 20 уровня, а не сидеть и кликать до бесконечности. Уже 8 декабря должен пройти стрим разработчиков, так что заходите за новыми промокодами в мой телеграм-канал, ссылка в описании. А еще уже завтра там будут итоги розыгрыша. Третье, добавят раздел рекомендаций сетов артефактов для каждого персонажа на основе выбора других игроков. Четвертое, расширят вкладку со врагами в журнале приключений. Пятое, добавят кучу новых функций для сортировки артефактов и автоблокировку по характеристикам. Шестое, при рестарте подземелья вас автоматически будет телепортировать сразу к ключу, то есть бежать до ключа больше не придется. Седьмое, добавят быстрое пробуждение оружия. Восьмое, уберут откат навыков при перезапуске зала в Бизне. Девятое, в разделе экспедиции добавится кнопка повторить все экспедиции. И десятое, убрать театр остановку мебели в чайнике. На самом деле, все эти изменения игроки ждали еще с момента выхода игры. Но почему-то до разработчиков все эти идеи дошли только с выходом Фонтейна. Естественно, за все эти изменения мы получим компенсацию 20 декабря. Напишите в комментариях, какое из этих изменений вы считаете самым полезным и актуальным. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok